приветствую дорогие друзья все кто разрабатывает игры в скрэйч какие-то другие проекты образовательные игры мы с вами продолжаем говорить о том как работать в команде и в предыдущем видео я говорила о том что в скрэйч есть определенный набор инструментов которые помогают организовать командную работу и в сегодняшнем видео мы поговорим о ремиксах я рассмотрю покажу как ремиксы создаются мы поговорим о том для чего они нужны и также еще упомянем о том что существует такая вещь как копии проекты тоже подумаем как их можно использовать когда мы работаем в команде что перейдем в скрэйч и сразу на примере будем все рассматривать и так вот я нахожусь в одной из студий названа она стэм я ее специально создала для того чтобы собирать здесь проекты по разным предметным областям по разным учебным предметам и очень многие проекты здесь как раз таки образовательные поэтому если кому-то будет интересно это ссылку на эту студию я размещу под видео что мы здесь видим в этой студии здесь есть проекты которые опубликованы мной то есть указано мое авторство вот мой ник волга е но в их названиях часто присутствует дополнительное слово ремикс ремикс ну а где не вмещается поверьте на слово тоже ремикс допустим вот я сейчас запущу и вот у нас название проекта ремикс что это значит это значит то что я взяла чей-то проект и сделала из него копию проекта но этот проект уже стал моим увидеть кто автор исходного проекта вот можно версии новая сейчас у нас версия scratch 3.0 немножко изменился интерфейс можно бы здесь сверху scratch 2.0 все эти вещи размещались вот где-то в нижней части тоже была благодарность авторам и даже была ссылка на дерево ремиксов scratch 3.0 пока я такой функции не вижу может быть она появится может быть ее так и не будет и вот мы можем найти посмотреть оригинальный проект я его открою в новой вкладке для интереса вот сейчас он загружается но вы видите что разницы практически никакой потому что я на самом деле брала этот проект и просто делала копию делала ремикс для того чтобы не произошло следующее например разработчик что-то с этим проектом сделает может быть что-то испортит может быть что-то другое произойдет возможно захочет его удалить и тогда в моей студии с этим проектом произойдет то же самое я решила что я не хочу так рисковать поэтому сделала ремикс это одна из причин того для чего нужны ремиксы теперь если я смотрю сюда на экран кто помнит предыдущее видео я говорила что когда мы открываем проект здесь есть кнопочка зеленого цвета ремикс данном случае мы этой кнопки не наблюдаем и даже если войдем внутрь проекта тоже мы вряд ли эту кнопку найдем поверьте на слово мы потом будем работать со своими проектами а сейчас мы выберем студии проект который создан другим автором и сравним вот сейчас у нас есть кнопка ремикс причем видите как интересно этот проект у нас тоже сделан на основе чьего-то другого вот у нас оригинальный проект сейчас я могу сделать ремикс этого проекта нажав на вот эту кнопку но давайте войдем внутрь проекта и посмотрим еще альтернативные способы есть эта же кнопка зеленого цвета здесь и еще есть пункт меню ремикс как под пункт главного меню файл это все абсолютно одинаковые инструменты просто как кому удобно тот может использовать любой инструмент который мне нравится но сейчас я на основе этого проекта создам ремикс все проект сохранен как ремикс и теперь мы не видим уже этой кнопки ремикс мы можем этот проект опубликовать либо оставить его приватным то есть сейчас списке своих проектов я этот проект имею уже как свой как видите все достаточно просто итак мы разобрались что такое ремикс мы научились делать ремикс проекта но сейчас немножечко порассуждаем когда нам нужно использовать ремикс особенно когда мы работаем в команде уже в принципе одной из причин я указала когда использую чьи-то проекты то мне хочется что-то привнести свое или быть независимой от исходного проекта тогда я делаю ремикс в этом нет ничего дурного потому что на самом деле сайт scratch и рассчитан на то чтобы все разработчики друг с другом взаимодействовали и когда мы создаем ремикс вы заметили сайт scratch показывает то автор исходного проекта то есть авторские права сохраняются когда мы работаем в команде над проектом соответственно мы можем поступить следующим образом один из разработчиков делает свой проект и договаривается с другим о том что следующий следующую стадию или следующую версию его коллега будет создавать на основе того что сделал первый разработчик и таким образом мы как бы получаем такую линейную последовательность работы когда сначала работает один потом делает ремикс улучшает как-то этот проект совершенствует что-то свое добавляет но потом другие разработчики могут поступать точно так же то есть принципе возможно и такая линейная последовательность согласования работ иногда это достаточно удобно ну и сейчас мы рассмотрим как сделать копию проекта и тоже подумаем о том для чего она может понадобиться копию мы можем сделать только своего проекта ну и допустим возьмем вот этот вот пример кстати видите здесь в имени проекта появилась еще раз ремикс то есть когда мы делаем ремикс всегда добавляется еще слово ремикс автоматически это происходит и вот сейчас я вижу вот в версии скретч 3.0 у меня есть ссылка на исходный проект потом на проект с которого я делала ремикс и вот поэтому у меня два раза ремикс но здесь конечно же я могу убрать этот ремикс я могу переименовать проект и вообще могу его переделать как мне хочется совсем по другому но ссылки на предыдущих авторов будут сохранены войдем внутрь проекта и увидим что мы можем создавать копию своего проекта то есть выбираем пункт меню файл сохранить как копию вот у меня проект сохранен как копия и если я сейчас посмотрю страницу проекта то смотрите что получилось получилось имя проекта ну ремикс ремикс осталось и еще автоматически добавилось слово копии теперь если я открою папку где представлены все мои работы вот я вижу тот проект который был у меня сделан качестве ремикса и тот проект который является копией у меня немножко не очень хорошо работает браузер и не все картинки отображаются но надеюсь это никого не смущает для чего мы делаем копию копию разработчик может делать например в следующих случаях к примеру мы программировали программировали у нас что-то хорошо получилось и мы не хотим это что-то хорошо потерять то есть нам хочется поэкспериментировать попробовать что-то другое или мы приступаем к новой стадии работы после так которой возможно что-то пойдет не так и мы таким образом себя обезопасиваем то есть мы тоже делаем такую резервную копию назовем ее так кроме того резервную копию рабочие мы тоже можем опубликовать мы можем поделиться ею на сайте и тогда уже с готовым каким-то фрагментом нашего проекта все остальные члены сообщества scratch смогут познакомиться а я продолжу работу над копией проекта это тоже может быть очень удобным но это больше конечно касается индивидуальной работы но иногда и в команде это тоже может быть полезно может быть кто-то из лидеров команды к примеру на основе одного проекта делает несколько копий а потом уже из этих копий получаются разные ремиксы то есть там уже происходит какой-то более сложный процесс взаимодействия но это зависит опять же от сложности проекта и так мы научились работать с ремиксами и с копиями проекта на других инструментах мы поговорим в следующем видео благодарю за внимание и желаю творческих успехов и классных командных проектов до новых встреч до новых встреч